Праздник спорта, который не смог сорвать даже двухдневный дождь. 18 сентября Десногорцы дали старт марафону «Забег атомных городов», который продолжат жители остальных городов-спутников атомных электростанций. 380 человек прошли онлайн-регистрацию на забег, и это новый рекорд. За три года, в течение которых Десногорск принимает участие в марафоне, такого количества участников еще не было. Более того, в день соревнования к регистрационной стойке потянулись и те, кто онлайн-запись не прошел. Объясняется это тем, что в этом году участниками забега смогли стать не только сотрудники станции, но и жители города. Поэтому на стадион «Атомтранс» приходили целыми семьями. Спорт неотъемлемая часть нашей жизни. Без него уже никак. И всегда держат в тонусе, поддерживают. То есть это просто часть нашей жизни. Пришли, как обычно, с семьей поучаствовать. Семья Чвановых. И впервые взяли с собой сына, чтобы тоже поучаствовал. Дистанция забега одна для всех участников – 2021 метр. С каждым годом она увеличивается, оставаясь равной году проведения соревнований. Смотрите, вот у нас финиш, старт вот там. Каждый год наша дистанция увеличивается. Вот я желаю вам здоровья, благополучия, чтобы в один прекрасный момент, через некоторое количество лет, финиш и старт был в одном месте. Дай вам Бог всем принять участие в тех соревнованиях. Но пока желаю вам быстрых секунд и победы. Уверяю вас, проигравших не будет. Открыл дистанцию демонстративный забег с флагами. После них старт приняли любители скандинавской ходьбы, за ними женщины, далее мужчины и закрывали дистанцию юные спортсмены – мальчики и девочки от 10 до 17 лет. Всего состоялся 21 забег в соответствии с возрастными категориями участников. Увеличение количества легкоатлетов в соревновании не перестает радовать и самих спортсменов, несмотря на рост претендентов на победу. Бегайте, присоединяйтесь, давайте бегать командами. Очень хочется, чтобы было нас много. Когда бежишь плечом к плечу, это прям как-то окрыляет. Настроение улучшается, позитив. И вообще по жизни помогает на самом деле. Победители забегов в каждой возрастной группе были награждены медалями, грамотами и призами от организаторов соревнований – первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. Но, как и обещал ее председатель Игорь Хомяков перед стартом, проигравших не было. Все участники соревнований получили в подарок сувениры на память. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.